очень часто что нам говорят? вот есть монархия, есть демократия. и что нам говорят? что вот, значит, ну элементарные споры, наверняка вы с ними встречались часто. вот будет царь, допустим, будет хороший, а у него дети, внуки правных и так далее, будет все безобразные. вот где гарантия, что всегда будет царь такой, какой вы хотите, хорошая, нужная для России, честная и так далее. во-первых, гарантий, конечно, такой никакой нет. но, здесь очень интересный такой контраргумент. у нас есть стопроцентная гарантия того, что любой правитель демократический будет с помощью. всегда. вот как не крути, ведь на любых выборах, да, не в обиду будет некоторым нашим сказанным Андреем Николаевичем, это там, у него была немножко другая ситуация, но, в принципе, на выборах всегда побеждает тот, кто более хитрый, более подлый, более пронырливый и у кого больше денег. это, так сказать, классика, да, причем подлость выборов начинается с самого начала. с чего начинается? изъяло лучше. вот это первое начинается, да, вот, выбери меня, птица завтрашнего дня. а другие, значит, другой кто, все, он, этот еще, тот вообще, как один я, вот, я хороший, за меня голосуют. это первая гнусость, да, потому что православный человек так не может сказать, что выберите меня, потому что я лучше других, да, но это вообще не скромно, отвратительно. второе начинается, значит, так, извините, второе, вторая подлость начинается уже с этапа, уже, знаешь, грязная политическая борьба, это у кого больше денег, у кого больше плакатов, ведь кто выигрывает-то? выигрывает тот, у кого лучше имидж, да, мы же понятия не имеем о том, кого мы выбираем. понятия не имеем. вот мы выбираем того, кого нам показали по телевизору. вот этого человека. кто с плакатов нам, значит, вот так, там, вот так, значит, ручки машет, да, как Брежнева, значит, с мавзолея. а этих людей мы не знаем. вот если, где возможен выбор? на уровне колхоза выбор возможен. потому что я знаю, что, например, Петя пьяница, Вася подлец, а вот Коля, допустим, замечательный дядь, и он будет хорошим председателем колхоза, к примеру, да, вот. а там дальше идет уже обман. потом, ну, потом, понятно, уже идет и обсчет голосов, и потом уже у нас идет предвыборная технология. ну, кто мне мешает написать, значит, что значит, а мой конкурент педагогист, да? ну, никто мне это не мешает сделать. запустил такой слух, и все, вот так сказать. а в демократичных странах сейчас, правда, наоборот. сейчас ты выбирай, там, мы пока еще до этого не дошли, в демократичных странах, там наоборот. значит, если напишешь, что он такой, да, голубой, то, о, ну, за него, все за него. вон, что вас смеет? шестьдесят два процента в Чили, казалось бы, приличной была когда-то страна, да? шестьдесят два процента выступают за гомосексуальные браки. то не скоро там выглятся все. ну, только морально, но и физически. вот. что еще хотелось добавить, да? значит, люди добрые. мне очень понравилось, когда я лицезрел в интернете нашего батюшка-отца Всеволода, когда он выступал против пенсионной реформы. я вам скажу, вот нам надо более активно себя вести. потом нам где-нибудь попрятались по деревням, да, или где-нибудь еще в своих кабинетах. будем думать о высокой материи, там, надо с народом быть, иначе нас народ вообще не поймет. понимаете? то есть надо ходить на те мероприятия, которые, так сказать, идут, так сказать, как бы от своего, от самого желания людского. но что сейчас происходит в пенсионной реформе, это, конечно, дикая совершенно несправедливость, ограбление, подлость, ну, вообще, это даже, про это лучше даже молчать. дальше видим немножко, значит, так, что нам, что, в принципе, хорошо. хорошо, что русский народ сейчас, да, вот, мы прошли вот эти вот, конец 80-х годов, да, когда слово патриот было жутко бранным. сейчас, в принципе, по большому счету все патриоты, да, вот. только вот не придем ли мы к тому, о чем нас демократы предпугали все время патриотами, да, что последнее прибежье негодяев. вот сейчас мы, как-то, к тому моменту подходим, что ведь уже сейчас не патриота нет, Чубайс уже даже говорит, что он патриот, понимаете. ну, как раз, в принципе, вот этот поговорок-то, вот, да, ну, да, значит, что патриотизм последнее прибежье негодяев, вот это мы сейчас к ужасу подходим постепенно. вот, но все-таки, в целом, наш народ патриотичен, в целом, наш народ монархически настроен, это хорошо. они могут ругать Николая Второго, люди, да, простые, они могут, но, тем не менее, вот, посмотрите, да, ведь даже в советское время, вот так называемый, ну, конечно, там о монархии речи не идет в духовном плане, да, но о единоначале все-таки речь идет. Какое-то, вот, отдаленное, да, вот представление искаженной коммунистами, все-таки такой вот монархизм у нас все-таки присутствовал, да, вот такой Сталин, там, потом долгое время, какое-то время Хрущев, потом долгое время Брежнев, сейчас уже, так сказать, Путин обогнал, Хрущев и Брежнев и Сталина вместе взяток, по-моему, что он работает. Вот, то есть все-таки народ нас, наш любит правителя, а не Думу, не, так сказать, парламент и так далее, это тоже хорошо. Вот, дальше, вот теперь хочется немножко поругаться, немножко поругаться, я люблю ругаться, точнее, не люблю, но иногда приходится. Вот, давайте все-таки подумаем, да, это важный на самом деле момент, может ли человек простой, да, не Господь, не Иисус Христос, а может ли простой человек даже на самом высоком посту быть искупителем вины других людей? Я считаю, что он не может, я считаю, что он не может быть искупителем вины других людей. Это здесь какой-то подвох, какая-то серьезная ошибка, с этим надо, об этом надо думать. Вот, и, потому что все-таки у нас Господь-то искупитель наш, наши все грехи. Поэтому, надо здесь серьезно подумать. Я не хочу, так сказать, там, ссориться с кем-то, но, тем не менее, вот это тот момент, за который нас сразу же поймают. И сразу же закричат, вот, вот это, придумают этот вот идиотский термин «церебожники», он, конечно, термин абсурдный, потому что никто, так сказать, Николая Второго Бога не считает. Да, вот, но, тем не менее, вот такие разговоры пойдут очень серьезно и это будет удар, так сказать, по крестижу монархического движения. Поэтому, тут надо с термином быть очень и очень осторожным. Вот, ну, храни вас Господь, потом, так сказать, еще в кулуарах на эту тему поговорим. И, если можешь, потом уже все время. Спасибо.